Привет, с вами Nightwool Hero. Тема зайдет такая, про курение. Никому не советую курить, избавляйтесь от этой галимой душной привычки. Это очень ужасная хрень. Да, многие нашли заменители, вейпы, кальяны. Это все тоже вредно и наносит большой урон. Неужели вы меня не понимаете, блядь, старички, блядь, школьники и все прочие? Бросайте это говно. Давайте бросим вместе. Я, допустим, накурил 6 лет. Но потом мне подарили вейп и все, я опять, короче, сижу на никотине. И с сегодняшнего дня я решил бросить курить. Дам вам 8 советов там. Берите их к себе, там куда-нибудь записывайте в блокнотик. И будем бросать. Значит, как я бросил курить? Я не курил 6 лет. Я посмотрел фильм Алина Карра. Купил тогда еще DVD-диск у какого-то с самого метро. И все, короче, я не курил. Книга мне не помогла, я не курил 2 месяца. Потом купил диск и все помогло. Ну, 2 часа, понимаете, смотреть на ютубе Алина Карра. Кто-то там захочет прерваться. Не надо прерваться. Надо смотреть. Еще раз смотреть. Потому что вы же задумаетесь только потом, когда у вас будет, не дай бог, конечно, рак печени, рак желудка, рак легких, что надо бросать. А будет уже очень поздно, ребята. И вы отправитесь вот туда, вот, да-да-да, на небо. Так что не стоит этого делать. Давайте бросать вместе с сегодняшнего дня. После этого ролика я буду смотреть фильм Алина Карра. Вы тоже садитесь, смотрите. Кто меня смотрит, подписчики. Кто курит. Я вас о многом не прошу. Так что давайте просто бросим курить. Посмотрим Алина Карра. Послушаем мои советы после этого ролика. И будем не курящей нацией, ребята. Потому что мы сильная нация. Мы должны бросать курить. Первое. Найдите свою причину, чтобы бросить курить. Чтобы мотивировать себя, найдите весомую причину. Возможно, вы хотите защитить свою семью от пассивного курения. Или снизить шансы получить рак сердечной болезни. Или другие серьезные заболевания. Найдите причину, которая будет достаточно сильной, чтобы перевесить желание закурить. Второе. Назначьте дату, когда вы решите бросить курить. Загадайте на ближайший месяц дату завершения. Большинство курильщиков уже пытались бросать и раньше. И людям часто неприятно вспоминать о прошлых попытках. Подумайте о них, как о шагах на пути к успеху. Постарайтесь понять, что сработало и не сработало в прошлый раз. Учтите это в будущем. Третье. Не бросайте курить в одиночку. Расскажите друзьям и семье, что вы пытаетесь бросить курить. И заручитесь их поддержкой. Обратитесь в бесплатную службу поддержки тех, кто пытается бросить курить. В России это всероссийская телефонная линия помощи и отказа от употребления табака. Записывайте, старички, кто из России. 8800-2200. Примечания Яндекс.Здоровье. Посетите специальные сайты для курильщиков. Установите в смартфоне приложение для тех, кто планирует бросить курить. Четвертое. Будьте готовы к испытаниям. Желание закурить длится недолго. Обычно от трех до пяти минут. Но эти моменты могут ощущаться очень сильно. Прежде чем бросить курить, подумайте о том, как занять себя. Вы можете заниматься спортом, чтобы снять напряжение. Послушать любимую музыку. Общаться с друзьями. Побаловать себя массажем или заняться хобби. Старайтесь избегать стрессовых ситуаций в течение первых нескольких недель. После прекращения курения. Пятое. Очистите свой дом. Перед тем, как выкурить последнюю сигарету, удалите все триггеры или вещи, которые напоминают вам о курении. Например, выбросите все пепельницы из зажигалки. Постирайте всю одежду, которая пахнет дымом. Очистите ковры, шторы и обивку. Если вы курили в своей машине, очистите и ее. Лучше не видеть и не чувствовать запах того, что напоминает вам о курении. Стоя. Больше двигайтесь. Исследования говорят о том, что физическая активность может помочь облегчить некоторые симптомы отмены. Когда вы захотите потянуться за сигаретой, двигайтесь, попробуйте класс йоги или наденьте обувь для бега. И вы можете сжечь калории. Тьмое. Никогда не поздно бросить курить. Как только вы перестанете курить, ваше здоровье сразу начнет улучшаться. Спустя всего 20 минут после отказа от курения, ваш пульс нормализуется. В течение 12 часов уровень окиси углерода в крови также придет в норму. Всего через 2-3 месяца ваши риски получить сердечный приступ начнут снижаться. В итоге вы значительно уменьшите риск заболеть раком и другими серьезными заболеваниями. Хотя лучше всего бросить курить как можно раньше. Но отказ от курения в любом возрасте улучшит продолжительность и качество вашей жизни. Восьмое. Повторите попытку. Большинство людей делают несколько попыток, прежде чем отказаться от сигарет навсегда. Если у вас не получится, не падайте духом. Вместо этого подумайте о том, что привело вас к вашему рецидиву. Используйте его как возможность повысить свои шансы на успех в будущем. Подумайте о том, что помогло вам во время предыдущих попыток и что вы будете делать по-другому в следующий раз. Прежде всего не сдавайтесь, старички. И помните то, что вы решили бросить. Это уже хорошая новость. Более половины всех взрослых курильщиков бросили курить и у вас тоже получится. Миллионы людей научились жить без сигарет. Бросить курить это важный шаг, который вы сможете сделать, чтобы защитить свое здоровье и здоровье вашей семьи. А с вами был я, Nightwolf Hero. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Всем очень признателен. Всех люблю. Всем бруталити. Ай! Субтитры сделал DimaTorzok